Всем привет, и в этом видео мы разберём паттерн состояния, или же как его ещё называют, стейт машин в юнити. Этот шаблон проектирования позволяет создавать качественную структуру состояния и переходов между ними, благодаря чему мы не пишем кучу блоков и фэлс и свитчей. Благодаря чему этот паттерн намного облегчает процесс разработки игр и повышает их качество. Мы рассмотрим как теорию, так и практику, и поехали. Есть три типа паттернов, это поражающие, структурные и поведенческие. Паттерны состояния относятся к поведенческим паттернам, которые позволяют объекту изменять своё поведение в зависимости от своего состояния. Допустим, у нас есть персонаж и несколько состояний, он должен стоять на месте, идти вперёд, прыгать или атаковать. Ну и как это всё реализуется при помощи паттернов состояния? Первый шаг, который нам понадобится, это найти контекст. В нашем случае это будет персонаж. После чего мы реализуем абстракцию состояния, создаём классы состояний и определяемся со способом перехода и реализовываем переход. Ну и как это всё будет выглядеть? Ну у нас есть интерфейс high state, то есть это у нас абстракция. И так же есть четыре состояния, tag state, idle state, dump state и walk state, где реализовывается интерфейс high state. По методе update state уже выводится в состояние персонажа. Дальше у нас идёт скрипт характер state, где у нас происходит установка состояния и её обновление. Изначально игрок находится в состоянии idle, и дальше при помощи метода state state мы можем изменить ему состояние, например, на walk state. Так же созадим пустой объект, закинем на него наш пример, на игрока мы закидываем характер state. И передаем ссылку на характер state в инспекторе. Ну и после чего у нас будут выводиться сообщения о состоянии игрока. Но если вам нужны более подробные примеры по патрону состояния, то вы можете найти их в моем телеграм-канале, ссылка на который будет в описании. А так всем, кому был полезен, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok